Меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта Курилка Гутенберга. И здесь, на этой площадке, в каворкинге «Ключ», мы проводим лекционно-дискуссионные мероприятия проекта «Цифровой след», спецпроект Курилки про интернет, про общество и про взаимосвязь этих двух составляющих природы. И мы уже говорили на этой сцене про терроризм в сети, про детей в интернете, про множество других проблематичных для современного общества и для России в первую очередь темы, про достаточно большое количество тем. Сегодня у нас тоже тема, которая, наверное, касается каждого, и, собственно, по количеству вас это наиболее заметно. Мы будем говорить про данные в интернете, про то, что с ними случается, куда они попадают, откуда они берутся. И рассказывать про это будет Артур Хачьян, специалист по анализу больших данных. Давайте его поприветствуем. Всем привет. На самом деле, да, обычно первым вопросом я всегда спрашиваю, кто переживает за собственные персональные данные, и какая-то часть зала поднимает руку. Но судя по тому, что вы сюда сегодня пришли после своего рабочего дня, наверное, эта проблема вас очень волнует. История вот в чем. В последнее время очень сильно СМИ начали подогревать всевозможный интерес к утечкам персональных данных, к утечкам данных просто. Да, ко всевозможным историям, когда искусственный интеллект обижает те или иные свободы тех или иных граждан. И на самом деле всем кажется, что это очень страшно вообще. Кто вообще боится страшного будущего, да, о том, что нас всех поработят? Ну хорошо, практически никто. На самом деле я тоже такой антиутопичный персонаж. Я всегда верю только во что-то хорошее. Но, к сожалению, есть и, сами понимаем, есть и отрицательная история использования технологий и так далее и тому подобное. Почему все происходит, собственно, в последние буквально 5-7 лет? Да, потому что СМИ поймали вот эту тему боязнь человека искусственного интеллекта и вообще каких-то там страшных алгоритмов. Начали развиваться всевозможные проекты типа удались из Фейсбука, потому что он там торгует моими персональными данными и так далее. И все это превратилось в какую-то массовую истерию. Давайте сегодня попробуем разобраться, вообще истерия ли это, нужно ли этого бояться, а если бояться, то кого? И, собственно, как вообще жить в этом дивном новом мире? Потому что самое главное, что хочу я сказать, сегодня с утра общался с одним журналистом на тему технологии распознавания лиц, которая полноместно сейчас внедряется в Москве и все ее боятся. И вот он спрашивает, как защититься, как вообще спастись. Я ему говорю, вы меня можете не спрашивать или потом не печатать, мое мнение, но мое мнение очень простое. Эта технология будет, она будет 100%. И распознавание лиц, и данные всех-всех-всех в открытом доступе, оно появится, нет такого вопроса, что, например, технология распознавания лиц, что она исчезнет. Вот просто такого быть не может. Ни в одном, мне кажется, миллионном проценте случаев не может быть такого, что государство откажется от использования подобных систем для идентификации граждан. Поэтому только нужно понять, как правильно с этим жить, смириться или не смириться, плакать или, наоборот, радоваться. Но давайте ближе к данным. Начнем с самого интересного. Знает ли кто-нибудь из вас, что такое персональные данные? Вопрос с подвохом, потому что, на самом деле, даже самый главный человек самого главного ведомства, не буду называть какого, но это Роскомнадзор, вы поняли, даже они не знают, что такое персональные данные. По крайней мере, ни один из этих людей никогда не подпишется под каким-то четким определением, что есть персональные данные. Но, мол, бытует у профессиональных юристов такое мнение, как бы и в законе так написано, что персональные данные – это данные, по которым вас можно идентифицировать. И тут возникает такой когнитивный диссонанс у множества людей, потому что в законе написано, мол, адрес домашний, телефон и так далее, имя, фамилия, номер паспорта. Но мы с вами, люди цифровые и продвинутые, знаем, что технологии идентификации существует такое бесчисленное множество, что, наверное, даже пальцев всех нас не хватит, чтобы их перечислить. Ну, просто, к примеру, идентифицировать нас с вами можно не только по лицу, по имени и по фамилии. Можно, например, сделать это по клавиатурному почерку. И все сайтики, на которых стоят трекеры, которые отслеживают наше с вами поведение, строят не только машинные модельки о наших психотипах, но и могут человека очень хорошо идентифицировать. Помню, даже в одной из серий ноутбуков Lenovo была такая прикольная фишка, что, когда человек садится за ноутбук, ноутбук отслеживает стиль печати и в один прекрасный момент может его заблокировать, если считают, что кто-то другой сел за него. Ну, такая прикольная штука, но многие трекеры, веб-аналитики используют клавиатурный почерк чуть ли не вплоть до психотипирования человека. Во всяких камерах есть очень крутые алгоритмы. Я недавно видел по идентификации человека со спины просто по походке, по тому, как он ходит, куда он как наклоняется, что он делает. Это очень распространено, например, в ритейле, который должен как-то идентифицировать людей, которые ходят между полками, берут какие-то продукты. Поэтому, к сожалению, текущая трактовка того, что есть персональные данные, она не то, что немного устарела. Но, сами понимаете, государственные законы никогда не могут догнать развитие технологий. Второй вопрос. Ваши фотографии – это персональные данные или нет? Вы уже задумались. Хорошо. Это тоже вопрос с подвохом. Потому что, на самом деле, одна просто фотография не есть с персональными данными. И если эта фотография куда-то утечет и кому-то будет доступна, никого привлечь ни за что нельзя. Потому что просто номер телефона – это 11 цифр, которые не являются с персональными данными. А если вы возьмете одно и другое слепите, тогда, собственно, уже появится некий идентификатор, по которому можно вас проследить. Ну, более-менее, надеюсь, вам стало понятно. Но, по факту, каждый представитель этой индустрии приходил в Роскомнадзор и говорил бутылку куньяку тому, кто скажет, что такое персональные данные. И никто никогда не говорит. Потому что, как только они подпишутся под какой-то формулировкой, она как бы для всех закрепится. Но неважно. Суть вот в чем. Такой широкий интерес ко всем этим технологиям появился неспроста. Я много раз всегда всем говорил о том, что технологии машинного обучения, то, что сейчас называют искусственный интеллект, который на самом деле не существует, технологии машинного обучения были достаточно давно. Они появились лет 20-25 назад, эти алгоритмы придумали. А сейчас они начали работать исключительно хорошо по одной простой причине. Потому что данных стало много. А данных о нас с вами, естественно. Их стало много, и эти алгоритмы внезапно начали приносить некую экономическую эффективность. Ну и, собственно, все обрадовались и начали эти проекты внедрять в пятое, в десятое. А о безопасности подобных систем очень редко забывают. Ну, по одной простой причине. Потому что специалистов по машинному обучению условно сейчас 100 на рынке, а специалистов по безопасности 5 из этих 100. И то. Ну, на самом деле, в большинстве элементарных просто веб-проектов или каких-то штук, типа приложений для смены лица или масок, очень мало людей, которые имеют компетенции в информационной безопасности. Я вот, например, знаю об информационной безопасности весьма поверхностно. Ну, я имею в виду в технической реализации каких-то алгоритмов. И мои поверхностные знания, ну, я общаюсь со специалистами, оказывается, что моих поверхностных знаний гораздо больше, чем вот прямо у некоторых специалистов. А у них там вроде как в резюме на HeadHunter записано, что они специалисты по безопасности. Это первая проблема. Ну, как бы, сейчас это не модно, будем честны. 10 лет назад было круто работать безопасником в банке, а сейчас круто работать специалистом по машинному обучению. На самом деле, нифига не круто. Но, как бы, такой стереотип есть, поэтому все туда идут. Из-за этого очень часто подобные проекты забывают, собственно, о собственной безопасности. А вторая история – это всякие крутые ребята в Госдуме, которые хотят сложить все, что только можно, в одну такую ячеечку. Все вы, наверное, читали эти страшные байки про национальную систему управления данными, о том, что всю-всю-всю информацию хотят сложить в одну гигантскую базу данных, и, мол, управлять разрешениями, разграничивать права доступа. Там в этом законопроекте столько, на самом деле, классного написано. Но нельзя сказать, реализуют они это или нет. Ну, в общем, проблема номер два всех текущих систем – то, что все данные складывают в одну корзиночку, и, в конце концов, пароль от этой корзины приклеивают на монитор, и, собственно, всем все становится доступно. Вот. Такая еще интересная статистика. Вот если анализировать обращения граждан в тот же, например, Роскомнадзор или прокуратуру по неправомерному доступу к собственным персональным данным, вот знаете, какая чаще всего ситуация у человека возникает, что он идет и в Роскомнадзор пишет заявление о том, что его персональные данные опубликовали? Я думаю, даже не буду ваших ответов ждать, потому что вы в жизни не догадаетесь. А это когда ЖКХ клеит список должников на подъезд и говорит, что такие-то, такие-то, такие-то должны денег за кварплату, за квартиру, за вывоз мусора или еще что-то. Это, на самом деле, нарушение закона о персональных данных, потому что эта информация, собственно, стала доступна всем. И ушлые жильцы идут, пишут заявление, и частное или около государственное ТСЖ штрафуют. На самом деле, жилищник очень часто так делал, и их за это много раз наказывали. Ну, в общем, вот такой пример. То есть, на самом деле, когда говорят об утечке персональных данных, все сразу почему-то думают о Фейсбуке, например. Но на самом деле подобные истории, они гораздо ближе и ближе, они очень близко даже о них никогда не подумают. И что самое главное, мы очень редко возможностью кого-то, скажем так, наказать за использование своих персональных данных используем. Но неважно. Историю с тем, как удалиться отовсюду, мы чуть попозже коснемся. Спойлер – никак практически. Значит, это с одной стороны. Да, появилась куча систем, которые используют все эти данные, всю эту информацию. С другой стороны, законы не совсем быстро успевают трансформироваться и, собственно, позволяют всем дать доступ к этой информации, не дать доступ к этой информации. Всем известный GDPR, европейская политика по управлению персональными данными, появилась буквально несколько лет назад и совершила практически революцию в этой сфере. Примерно в мае и в апреле все люди начали получать кучу уведомлений от всех возможных сервисов о том, что у них изменилась политика безопасности. Google, почты, все-все-все нам отправили эти уведомления. И тут внезапно СМИ начали писать о том, что из Фейсбука украли 15 миллионов профилей. Потом, на следующем месяце, с Фейсбука украли 35 миллионов профилей и так далее и тому подобное происходит вплоть до сегодняшнего дня. У Фейсбука постоянно пропадает огромное количество данных. И многие люди задумываются, что случилось за это короткое время с безопасностью Фейсбука, что, мол, раньше все работало, а сейчас все стало плохо. На самом деле ничего не поменялось, но закон ввел гигантские, просто конские штрафы за то, что у компании украдут персональные данные, и она об этом не сообщит. Это один из самых больших штрафов по GDPR, что-то там в районе 14 миллионов евро или 1% от чистой прибыли компании. В общем, какие-то гигантские деньги, таких штрафов никогда в жизни не было. И Фейсбук вынужден был последние несколько лет начинать всем рассылать уведомления о том, что их данные украли, могут быть кем-то использованы и так далее и тому подобное. А мы с вами практически раз в месяц, наверное, даже раз в неделю читаем какие-то истории про нашу замечательную страну. Недавно у Сбербанка, все слышали, украли 60 миллионов кредитных карт. Вроде как Сбербанк потом опровергнул эту информацию, и само по себе новость выглядит очень странно, потому что 60 миллионов карт – это все-таки очень большая цифра для Сбербанка, какой бы он классный ни был. И новость начинаешь читать, кража произошла в каком-то там уральском, что ли, филиале и так далее. И это не совсем похоже на правду, потому что вы же все знаете шутку про Сбербанк, о том, что в каком отделении карту открыли, в таком ее используете. Эта шутка, на самом деле, над ней все очень долго смеются, но никто не знает, что это не просто так сделано у Сбербанка. То есть не потому, что они настолько нетехнологичные, что не хотят делать синхронизацию всех этих данных. А штука в том, что каждый Сбербанк в каждом отделении, даже в одном городе, это разные юридические лица, и между ними нет никакой синхронизации информации. Поэтому то, что в неком каком-то там уральском, дальнеуральском Сбербанке украли 60 миллионов кредитных карт, выглядит таким каким-то слегка преувеличением. В конце концов, нашел историю, что все-таки украли их там всего 200 штук, но тем не менее. И на самом деле, если углубляться практически в каждую подобную историю, то очень редко персональные данные воруют в связи с какой-то уязвимостью некой информационной системе. Чаще всего главная уязвимость – это человеки. Люди, которые сидят где-то и работают. Если вы зайдете в Dark Web на какое-нибудь теневое место для объявления работы, там будет написано «Ищем сотрудников Мегафона», «Ищем сотрудников Билайна» и так далее. Ну, задача очень простая. Людям платят деньги, сотруднику Мегафона платят 5-7 тысяч, и он, собственно, из сывового биллинга выгружает информацию об одном конкретном человеке, имя, фамилия, пересечение, геоперемещение и так далее. Вообще, если вдруг вас когда-то сильно заинтересует эта тема, вы можете просто совершить такой, я вообще никого не агитирую, но можно совершить такой, называем это аналитический подход. Сдайте в МВД справку о смерти кого-нибудь, ну, какого-нибудь родственника, не знаю, придумайте какого-нибудь родственника, напишите как бы о его смерти. И просто на часики смотрите, ждите, через сколько вам позвонят с похоронного бюро. Произойдет это очень быстро. В Москве стоимость покупки у сотрудника, как это правильно, у оператора МВД данных о смерти варьируется от 30 до 70 тысяч, где-то так. Вот примерно во столько похоронное бюро оценивают, ну, как бы это пафосно не звучало, лид, да, как бы вот такая лидогенерация, да, от 30 до 70 тысяч получает на руки сотрудник колл-центра, который, собственно, похоронное бюро отправляет номер телефона, и вам тут же звонят и говорят, давайте гроб там покупайте. Честно говоря, ни разу не общался с сотрудниками похоронного бюро, не знаю, что они там предлагают. Но история есть такая. С этим, на самом деле, внутри МВД очень сильно борются, и ситуация очень сильно улучшилась с каких-то там, ну, буквально с 10-5-7 летия. Но по факту, на самом деле, это очень часто происходит. Ну, просто задумайтесь, откуда сотрудники похоронного бюро узнают о какой-то смерти, да, а потом, собственно, рассылают какие-то там приглашалки. Никто же не пишет о таком в социальных сетях. Либо когда люди в социальных сетях об этом написали, уже становится все ясно. И тут мы понимаем, да, что, на самом деле, то, чего мы боимся, а боятся все утечек данных от каких-то там суперкорпораций, на самом деле, это не то, чего стоит бояться. Потому что, по факту, в конечном итоге, самые страшные люди – это те, кто продадут данные о ваших там смс-ках для взлома банковских карточек, и как-то так. Вот. Но если вообще категоризировать уровни страха людей, а вообще, если просто представьте себе такой график, я его никогда не рисую, если я говорю, представьте, вот за последние где-то, наверное, пять лет количество закрытых аккаунтов в социальных сетях уменьшается, ну, из года в год. Да, там ВК вводят суперфишки для защиты своих страниц, но никто не регистрирует закрытые аккаунты, а те, кто зарегистрирует, их очень мало. И вы сейчас, может быть, подумаете, что вот, у меня практически все друзья сделали закрытую страницу, и у меня практически все друзья сделали закрытую страницу. Но мы с вами статистическая ошибка выжившего, да, мы не все, и далеко не вся Россия. И, в общем, количество закрытых аккаунтов уменьшается, а вот количество всевозможных инфоповодов, вот этой вот истерии по поводу персональных данных, оно увеличивается, что наводит на какой-то такой некий когнитивный диссонанс, что вроде как люди очень сильно переживают за свои данные, но по факту они не делают, наверное, минимальных шагов. В общем, итак, раскладываем все статьи. Вы просто для себя сейчас подумайте вообще, вот если вы хоть раз испытывали чувство тревожности за свои персональные данные, видя, наверное, в интернете мою любимую картинку, знаете, где муж с женой занимаются сексом в кровати, а в окне смотрит человек, и жена такая, и не волнуйся, это маркетолог, он собирает наши данные. Ну вот, ну, в общем, как бы каждый из вас наверняка хоть раз сталкивался с неким таким уровнем тревожности, да, мы потом разберемся, эти страшные байки о том, что я что-то сказал, а телефон лежал рядом, а потом я получил контекстную рекламу. Ну, у всех такое было, даже у меня такое бывало. Ну вот, по факту есть всего три, на самом деле, группы людей, которые тем или иным способом могут получить доступ к вашим данным. Окей, группа один – это страшные корпорации, всякие, фейсбуки, инстаграмы, хотя это уже одно и то же, неважно. Группа номер два – это хакеры, русские, американские, украинские, неважно какие. Ну и третья группа – это злое, страшное государство. По факту только три категории этих людей могут тем или иным способом дотянуться своими ручонками до ваших персональных данных, либо вы их сами кому-то отдали и даже об этом не подумали. Ну, думаю, что сидящие здесь знают, что инстаграм не бесплатный, и всевозможные эти приложения не бесплатные. Но на самом деле, вы удивитесь, но большинство жителей нашей замечательной страны не понимают, как это работает. Они не понимают, как работает современная экономика, что вроде как какие-то есть люди, они потратили 70 миллиардов долларов на создание дата-центра, который хранит все фотки всей еды, сделанной всеми жителями планеты. Ну, звучит же просто абсурдно, да? То есть есть какая-нибудь благотворительная организация в России, которая деньги старикам дает, а где-то там в Америке люди потратили сотни миллиардов на то, чтобы хранить все фотки всей еды. И тут как бы у людей мысль двигается в ту сторону, а все-таки на чем же эти люди зарабатывают? Ну, по сути дела, вот первая история, все вот эти вот первые категории, помните, из наших трех, это вот эти все страшные корпорации, которые пытаются ручками дотянуться до наших данных. На самом деле они не то, что пытаются до них дотянуться, это современная экономика, с этим нужно жить. Практически все современные сервисы живут на этом. Ты получаешь бесплатное решение, за это ты расплачиваешься своими персональными данными. Это не жуть вообще, это не страх, это просто вот к этому можно относиться абсолютно по-разному, но единственное, что нельзя отрицать, это не изменится. Вот не получится так, что завтра Facebook введет платную подписку для всех, и им просто никто пользоваться не будет. Ну, как-то так. И такой интересный пример. Одни исследователи информационной безопасности пару лет назад, по-моему, это был 2017 год, что ли, они в Нью-Йорке провели такую интересную акцию. Они предлагали тебе в кофейне бесплатный кофе за то, что ты поделишься с ними какими-то персональными данными. Ну и потом делали исследование о том, что несли люди для того, чтобы получить бесплатную чашку кофе. Скриншоты переписок, выписки из банков, фотографии родственников, что только люди не приносили, чтобы получить бесплатный кофе. Это даже не Starbucks, это какая-то просто нишевая кофейня. Так вот, штука в том, что исследователи потом анализировали вот эти вот принесенные материалы, и их вывод, он достаточно очень интересный, он простой, но он интересный, что в большинстве случаев это были персональные данные не только этого конкретного человека. То есть человек приносил свою какую-то, например, переписку. Переписка – это же не монолог одного человека, это переписка кого-то с кем-то. Ну или, как сказать, американские банковские выписки, практически у всех семей у них совместные счета. Соответственно, если ты видишь транзакции жены, ты видишь там и транзакции мужа. Это я вам говорю к тому, что если у вас нет аккаунта в каком-то из этих приложений, вы там, не знаю, не ездите на такси, или еще у вас нет этой карточки X5, это не значит, что о ваших данных нет информации у той или иной компании. Практически всегда человек приходит, вот, например, у меня нет аккаунта в Фейсбуке, ну условно. Вот я сейчас приду, и кто-то мою фотку сделает или со мной, и выложит в Фейсбук. Все. И с этим ничего сделать нельзя. У Фейсбука есть алгоритмы распознавания лиц, чего они только не делают, борясь, бьют себя в грудь, и переживают за персональные данные пользователя. Почему я так смеюсь над Фейсбуком? Потому что где-то в конце 2018 года они всем нашим сотрудникам удалили аккаунты и прислали такие гигантские просто письма пламенные о том, что вы продаете распознавание лиц Кремлю, вы распознаете людей на заднем плане, а Фейсбук борется за права пользователей защищать данные и так далее. Ну, в общем, как бы в конце концов мы с ними судились и выиграли, и аккаунты всем вернули. Но суть в том, что, понимаете, да, они же не за данные борются, они борются за деньги, которые можно на этих данных заработать. Помните, была история с выборами в США, компанией Cambridge Analytics, которая там делала тесты, точнее не так, изначально эту историю в СМИ представили как неких людей, которые там что-то спарсили, тире украли какую-то информацию американцев и избрали неугодного президента, соответственно, страны. Звучит, конечно, как полный бред, но потому что полный бред – это и есть. Но, по сути дела, когда начинаешь копать глубже и глубже всю эту историю, оказывается, что ничьи данные они не крали, что в Фейсбуке были просто опубликованы опросы, такие абсолютно публичные приложения в стиле «какой ты пирожок». Это всегда не просто так делается. Очень редко кто делает подобные штуки исключительно для веселья. Так вот, Cambridge Analytics, они сделали ряд таких тестов абсолютно простых, но несущих в себе некий психологический подтекст. Какой ты пирожок, синий или красный? Ну, в Америке там всё, синий или красный, как бы от цвета галстука. В лицензионном соглашении всё было чёрным, по белому написано. Данные будут использоваться на такой-то компании для микротаргетинга, для взаимодействия, для политической агитации, для персональных рассылок, для трекинга его перемещений, для взаимодействия, т.д. Там целый список был, никто это, естественно, не читал, и на момент этих смешных тестов никто даже с ними вообще не взаимодействовал. Потом они просто взяли эти аудитории, нарезали их на какие-то такие маленькие сегментики и делали с ними микротаргетинг. То есть он приходил, не знаю, к мексиканцам и говорил, мексиканцы, я вам дам грим-карты. Приходил к учителям и говорил, учителя, я выгоню всех мексиканцев. Да, эти креативы очень сильно противоречили друг другу, но это не важно. А для обывателя его данные украли, страшная корпорация на этом заработала денег. К слову, история Cambridge Analytics кончилась тем, что они выиграли суд, такие с Фейсбуком, и Фейсбук признал свою неправоту и выплатил еще какое-то хреновое количество денег. Я даже не могу сказать, потому что я уже не следил за этой историей, но тем не менее. Юридически, по факту, Cambridge Analytics выиграли, потому что они закон не нарушали, они сделали все чисто. После этого Фейсбук поменял все свои алгоритмы, запретил подобную историю, наставил еще огромное количество палок в колеса. Теперь Фейсбук спарсить очень сложно, но возможно. Ну, в общем, теперь вы примерно представляете, что из себя представляет вот эта первая категория – это страшные компании, которые, по сути дела, нам бесплатно предоставляют ресурс, некий электронную почту, заметки или еще что-то. Мы расплачиваемся с ними персональными данными, и они, собственно, на этом всем зарабатывают. По-моему, достаточно честно. Ну, будем честны, никто бы не пользовался почтой на Гугле, если бы она стоила денег. Хотя это, наверное, на самом деле спорный вопрос. Но были попытки. Были попытки и криптовалюту сделать, основанную на персональных данных, и чего только не делали. Но рыночек, как говорится, порешал и решил, что все будут пользоваться всем бесплатно. Ну, как-то так. Окей. Вторая категория, она на самом деле самая наименьшая. Это страшные хакеры. Она самая наименьшая. Их мотивы наиболее понятны всем налево и направо просто заработать денег. Ну, редко, когда хакеры крадут информацию ради какого-то там черного пиара или каких-то действий. Неважно. В результате все упирается в деньги. Тут все очень просто. Украсть ваш пароль от банка, украсть какую-то информацию. И вот это реальные персональные данные. Если в первой истории это обезличенная, анонимная, анонимизированная информация, передаваемая на какие-то рекламные платформы только чтобы заработать деньги, и это реально так. Ни один крупный Facebook никому не продаст ваши персональные данные по одной простой причине. Персональные данные можно продать только один раз. Ты продал имя, фамилию этого человека и, не знаю, количество его заходов на Purnahub. И все. И все. Второй раз ты его уже никому не продашь. А если ты все эти данные обезличивал, агрегировал их, не знаю, минимум в тысячу человек в такие наборчики, ты можешь продавать это сколько угодно, получать за это сколько угодно денег огромное количество времени. Задача хакеров обычно украсть какую-то информацию. О них мы знаем меньше всего. И обычно простому человеку с ними столкнуться, ну, это реально очень сложно. Обычно ломают какой-нибудь банк, что-нибудь оттуда воруют. Это в конце концов человек оказывается внутри этой выборки. Самая элементарная задача – просто пароль достаточно часто менять и не использовать один и тот же пароль в куче ресурсов. Ну, блин, по-моему, это все знают и так. А что, кстати, интересно, я тоже очень часто про это рассказывал. Где-то тоже где-то в 17-м, в 16-м, в 17-м году европейская комиссия по банкам, ну, это аналог Европейского центробанка, они делали исследование о том, значит, когда крадут деньги с личных банковских счетов, физлиц, как вообще это происходит. Ну, они типа взломов оценивали и так далее. И самая распространенная история, когда взламывают аккаунты, используя восстановление секретного вопроса. Да, и вы сейчас просто подумайте, какой у вас секретный вопрос стоит в банке, типа нам девичья фамилия матери или фамилия или кличка домашнего животного, и подумайте над одной очень простой вещью. Могу ли я получить ответ на этот секретный вопрос, проанализировав ваши социальные сети? Ну, собственно, вот к этому выводу и пришло это исследование о том, что практически там в 8 случаев из 10 восстанавливают эти вопросы, ответы на эти вопросы, используя просто Инстаграмчик, всегда любимое блюдо про девичью фамилию матери вообще не говорю. Это уже настолько глупый вопрос. Вот он реально хорошо выглядел в Советском Союзе, потому что все рано выходили замуж, и никто никогда не знал, он чью фамилию матери. А сейчас заходишь просто в одноклассники, она там в скобочках указана, потому что все практически ее там... Ну, реально, все вводили в одноклассниках девичью фамилию матери для того, чтобы искать друзей, знакомых и так далее. Они на тебя через 40 лет смотрят и не узнают тебя. По девичью фамилию? Окей, это же фамилия из школы. Ну, то есть, вот как бы... Просто понимаете, когда люди говорят об утечках персональных данных, читают вот эти страшные истории про то, как у Сбербанка украли 60 миллионов кредитных карт, они даже не задумываются, что вчера они фотку своей кредитной карты кому-то отправили в личных сообщениях. Да, а потом, когда у них эти данные украдут, они будут за это переживать. К слову, просто совсем недавно у меня у бабушки потеряла телефон, и у нее на телефоне не было пароля, ну, потому что ей просто неудобно каждый раз этот пароль вводить. Вы никогда так не делаете. И мы с мамой общаемся на тему. Она такая, ну, ладно, ничего страшного, купим ей новый телефон. Я говорю, окей, телефон-то мы купим. Но у нее там был вайбер, в котором мы все переписывались. Ты, говорю, Надя сколько раз карточку свою отправлял? Она такая, да, черт, я же ей отправляла карточку во вложениях раз 15, наверное, там с пин-кодами с двух сторон, и все. Ну, понимаете, да, то есть как бы практически всегда источником любой утечки данных является человек. Да, даже если это моя любимая категория людей, это те, кто делают закладки, как это, кладмены, там и всех прочие, вот эти вот супершифрующиеся ребятки, даже они всегда допускают ошибки. Рано или поздно, самое распространенное, они со своего личного телефона на Авито сделают объявление или там еще где-нибудь. А это реально так происходит. Вот, и все, как бы, и человек уже привязан к своему номеру телефона. Вторая категория – это хакеры, ворующие персональную информацию. Это, вот это реально страшно, да, когда чей-то там компьютер взломали, украли какую-то информацию, но здесь есть огромное количество каких-то дополнительных историй. Во-первых, да, информацию могли вовсе не у вас украсть, а у какого-нибудь. Например, ну, кто интересует этой темой, знает, что давным-давно был такой сайт Ashley Madison, да, за рубежом в Америке. Это сайт суперэлитных мужчин и женщин с пониженной социальной ответственностью, как у нас сейчас правильно говорить. Вот, и сайт взломали, украли просто потому, что сайт был сделан на коленке каким-то чуваком, который реально хорошо разбирался вот в менеджменте борделя, но не разбирался в веб-технологиях. Это к вопросу о том, что практически все, кто сейчас создают веб-ресурс, у нас веб-студии огромное количество, там никогда нет специалиста по информационной безопасности. Вот, сайты Ashley Madison взломали, выгрузили оттуда всех пользователей с паролями и так далее. И тут какой-то из исследователей, ну, эту базу вылили в открытый доступ, она провалялась в открытом доступе, может быть, полгода, и никто даже на нее не обращал внимания. И тут один исследователь просто взял и провел абсолютно гениальную идею. Он решил посмотреть, какие почтовики используют люди, которые используют дорогих проституток. Да, ну, как бы, абсолютно смешная штука. Гуглом они пользуются, например, или Yahoo. И он, значит, сделал этот топ, отрезал правую часть этих имейлов, отсортировал. И тут у него в голове появилась мысль, а посмотрю-ка я не верх этих имейлов, а низ. Ну, то есть самые редко используемые ящики. Ну, и там было, значит, семь или, по-моему, девять ящиков Белого дома, вот, десять или с чем-то ящиков какого-то крупного, ну, типа Министерства здравоохранения, вот что-то такое американского. И, соответственно, они начали быстро разбираться, и понятно, то есть люди, ну, это было давно, это, по-моему, семь, что ли, или десять лет назад было, что-то такое. То есть, представляете себе, чтобы условный Песков зарегистрировался бы на каком-то подобном ресурсе со своей почты собакакремлин.ру. Конечно же, нет, он уже как бы в курсе. Но на тот момент это был просто взрыв, взрывная утечка информации, когда оказалось, что там эти, там, семь человек из Белого дома просто свои официальные почты, там, Gov.us зарегались на этом сайте. После этого, конечно, очень много чего изменилось, люди все-таки поняли немножко, хотя они до сих пор не понимают главную концепцию того, что то, что как бы в интернете, оно доступно всем в любой момент, в любое время, вот, и вы тоже должны это понимать, да, потому что даже если у вас закрытый аккаунт или вы пишете кому-то в личные сообщения, все, как там, первое, чему учат разведчиков, то, что сказано вслух, доступно всем. Здесь примерно такая же концепция. Вот, ну, в общем, это был такой очень интересный кейс и для безопасников, и для всех, все это очень-очень долго излучали. В России были такие случаи, вот, и почты, не знаю, кого-то постоянно взламывали, и Роскомнадзоры, и там, с эхо Москвы, и кого-то было такое. Ну, суть в том, что как бы страдает всегда огромное количество людей, здесь как с венерическими заболеваниями, да, венеровок тебя всегда просят предупредить всех людей, с которыми у тебя был контакт. Вот, ну, естественно, никто никого не предупреждает, да, здесь работает примерно такая же история. Вот, поэтому если страшные хакеры и воруют чью-то информацию, это обычно очень какая-то точечная атака, либо на какой-то конкретный ресурс, и если у вас везде разные пароли, и все у вас красиво, то, в принципе, бояться нечего. И если вы понимаете, да, что вам посреди ночи позвонит голос, совершенно непохожий на вашего родственника, и скажет, мама, я сбил человека, мне срочно нужны деньги, как бы, ну, вот откуда он у вас телефон знал? Из какой-то вот такой слитой базы. Поэтому этого бояться особо не стоит. А вообще стоит просто подписаться на парочку каналов. Например, в Телеграме есть такой крутой канал, утечки данных, он так называется. Его огромное количество профессионалов в сфере информационной безопасности просто люто ненавидит, потому что считается, что они, типа, сделали себе имя на том, что они просто публикуют новости об этом, а по факту никак никому не помогают. Но это неважно. Там можно просто смотреть условно, да, там появляется с утра новость о том, что украли кучу, соответственно, паролей, не знаю, какого-нибудь условного Убера. Да, ну вы зашли в Убер, поменяли парольчик, и все, у вас будет окей. Ну, на самом деле, такое происходит практически каждый день, и с этим никак нельзя бороться. Количество информации, оно все увеличивается, увеличивается с катастрофической скоростью. Алгоритмы новые, шифрования, да, появляются, но все равно сложно. Как бы люди, как бы человек всегда конечное звено, которое обязательно что-нибудь кому-нибудь продаст. Ну и, соответственно, первая категория у нас – это злые корпорации. Второе – русские, американские, украинские хакеры, про кого там СМИ пишут, каждый раз про разных. А третья история, самая интересная – это государство. Потому что новостей про то, как государство использует данные у огромного количества, о том, что внедряются алгоритмы. Ну, все, да, читали вот эту страшную сказку про Китай, где там вообще людей из страны не выпускают. Недавно какая-то новая версия, значит, этой новости какая-то там появилась, что они там еще одну провинцию подключили. Друг мой недавно прислал мне из Питера фотографию на одной из станций метро, там стоят камеры с опознаванием лиц. И он мне такой пишет, мол, и что, мне в метро не заходить, что ли? Я говорю, ну, как бы, ну, не заходи, ну, что-нибудь могу сделать. Ну, в общем, смотрите, государство и данные – это вообще неразрывная связь. Хотя, на самом деле, парадоксально, но если вы спросите какого-нибудь чиновника из Госдумы, на основании чего он внес какой-то закон, он вам никогда не скажет, что он на основании данных. Может быть, скажет на основании социологического исследования, но это с данными вообще никак не связано. Скорее всего, это все делается на каких-то умозрительных вещах. Вообще у нас государство очень далеко от данных, хотя вроде национальная идея – это цифровая экономика и так далее. Ну, неважно. Суть в том, что эти понятия все равно неразрывны, потому что, ну, государство решает определенные задачи, а в современное время оно может решать эти определенные задачи только используя технологии. К сожалению, не все страны подходят правильно к решению каких-то задач, и большинство из них просто пытается надавить на владельцев данных и как-то с них получить какую-то информацию. Но чтобы вы понимали, просто нет такой страны, вот ни одной страны нету в мире, которая бы не пыталась получить доступ к чему-то. То есть если условный владелец Телеграма из России уехал, потому что он борется за приватность, он не уехал в страну, где он никому ничего не выдает. Он уехал в страну, где просто никто не пишет о том, что Телеграм передал кому-то данные кого-то. Кстати, к слову, история с Телеграма закончилась в итоге тем, что они таки поменяли политику конфиденциальности. Там есть такая строчка, что в России все-таки будут выдавать. Ну, как-то так очень обтекаемо написали эту историю, но неважно. В общем, тоже, да, не знаю, если кто-то смотрел, есть такой дешевенький-дешевенький сериал, называется «Стартап». Они в первом сезоне делали какую-то криптовалюту, какую-то ерунду, а во втором, в третьем сезоне они начинают делать свой дарквеб, в этом дарквебе делают мессенджер. И помню, если не ошибаюсь, третий сезон начинается с гениальной сцены. Они, знаешь, все сидят, думают, как они сделают маркетинг, как они все это… К ним заходит женщина такая, приятного вида, садится за стол и такая, ну, ребятки, вы сделали очень крутое приложение, я из АНБ, а теперь, пожалуйста, передайте мне все данные всех пользователей и все ключи шифрования. И они такие все смотрят друг на друга и думают, блин, что же нам делать-то. Я просто после этого дальше сериал смотреть не стал. Скорее всего, они боролись с АНБ и защитили приватность пользователей, но в жизни все не так работает. Как бы компанию в любом случае в какой-то стране придется зарегистрировать, ну, просто для того, чтобы деньги получать, да. Как бы в этой стране есть свое законодательство, и, собственно, с какими-нибудь службами, спец или там не спец, все равно придется приложению взаимодействовать. К слову, просто большинство, часть технологических компаний очень любит Ирландию. Google там зарегистрирована, Apple там очень такое лояльное законодательство, позволяющее не платить налоги на территории вне Ирландии. И там все относительно очень лояльно. И ирландское правительство особо не интересует данные каких-нибудь россиян и так далее. Но, тем не менее, просто если вы думаете, что есть страны, которым неинтересны персональные данные пользователей, для них это странно не существует. Но, тем не менее, государство неразрывно данные, большинство этих проектов, они хорошие. Они реально хотят сделать какие-то хорошие, понятные вещи. Но все это сводится к истории о том, что мы говорили, все либо сложится в одну корзиночку, неважно. Суть в чем? У них данные о нас с вами всегда есть. Это просто вообще тоже нет ни одного государства, у которых нет информации своих граждан. Поэтому, когда мы читаем о том, что хотят в той или иной стране сделать какую-то систему распознавания лиц, то, во-первых, подумайте о том, что реальной идентификации людей, используя алгоритмы распознавания лиц, это 2% может быть на массовых мероприятиях, 3%, в лучшем случае 5%. То есть, когда вы идете на какое-нибудь условное, не буду говорить митинг, буду говорить массовое мероприятие, концерт, и там хотят по тем или иным причинам ради безопасности идентифицировать людей, реальное распознавание лиц – это 2-3%, может быть 5% в лучшем случае, может 7%, если это, например, какой-нибудь стадион, где эти камеры стоят прямо на входе. В остальных случаях используются просто данные мобильного оператора. Это элементарно, это точно, это гораздо точнее, чем идентификация по лицу. Можно использовать, например, фотки социальных сетей, потому что человек, когда пришел, он сфоткался, выложил, и все. Да, у мобильников не очень точное геопозиционирование, но для того, чтобы понять, были вы на стадионе или не были, гораздо проще использовать данные условного мегафона, нежели внедрять дорогостоящую систему распознавания лиц. А байку про то, что в Москве 178 тысяч камеры наблюдения, они все смотрят за вами, распознают, это тоже относительно сильное преувеличение, потому что из этих 178 тысяч камер не все записываются, не все подключены онлайн, реально из них используется очень малое количество. Но неважно, плохо или хорошо, считаю, не совсем важным вопросом по одной простой причине, как я вам уже говорил, от этого никуда не деться, это будет, вот просто хоть ты умри, но оно все равно останется. Поэтому нужно просто понять, как с этим правильно жить. На самом деле государство из этих трех градаций страхов по украденным персональным данным, она занимает последнюю, третью позорную строчку, потому что если оно что-то и пытается делать, то это, как обычно, это точечные данные конкретных людей, которые интересуют правительство. А вы сами понимаете, чтобы их заинтересовать, нужно быть тоже какой-то определенной категорией граждан. Если ты просто человек, то ты вряд ли кого-то интересуешь. Но тем не менее. И при этом, занимая последнюю строчку по доступу к данным, они занимают первую строчку в рейтинге тех, кто ваши данные могут потерять. Но тем не менее, значит, злые корпорации, страшные хакеры и бедное несчастное государство. Если реально и боятся кого-то из них, то, наверное, боятся все-таки корпорации. Хотя я вообще не люблю кого-то бояться. Но они все-таки те, кто настолько незримо проникают в нашу жизнь. То есть если хакеры проникают в жизнь человека, они проникают резко, внезапно, как будто поезд врезался в стену. А если государство проникает в жизнь человека, оно проникает тоже очень навязчиво, просто максимально без мыла просто залезает и сидит и смотрит на тебя. А компании – это очень незримая вещь. Мы заходим на какой-то, например, интернет-ресурс, на котором, скажем, установлена рекомендательная система. Алгоритм, который идентифицирует вас за 35 миллисекунд, связывается со своей базой данных. Ему уже продали идентификатор рекламный EX5 и порнохаб, и все подряд. И к тому моменту, когда вы получили определенный набор каких-то там товаров в этом магазине, рекомендательная система сработала. Вы даже не задумываетесь об этом, потому что вы не знаете, что в данный момент алгоритм подтянул кучу информации по вашим идентификаторам. И это, на самом деле, самая страшная история, потому что это, во-первых, то, что уже есть сейчас. Во-вторых, люди абсолютно подвержены алгоритмам рекомендательных систем. Да, какие-то работают хорошо, какие-то работают плохо, как Яндекс.Дзен, какие-то, кстати, работают хорошо, как, например, Яндекс.Музыка. Там реально очень крутой алгоритм. Но тем не менее, мы даже вообще никогда не задумываемся. Для нас все, что появилось нам в виде рекламы или каких-то сопутствующих товаров, это просто случайно, внезапно. Ну, вот как-то так. Просто пару слов коснусь истории с тем, что у меня лежал телефон, и он там что-то где-то, мы говорили, и мы получили контекстную рекламу. Ну, я в эту ерунду не верю. По одной простой причине. Вот. Это дорого. Ну, то есть, представляете себе, стоимость анализа ваших данных для того, чтобы потом вам показать какую-то жалкую рекламу, жалкого, ненужного вам товара, она исчисляется там десятками копеек. Если бы компании в реальном времени распознавали аудио для того, чтобы вам просто потом показать рекламу, а других у них способов монетизации этих данных нет, кроме как рекламных коммуникаций, это бы стоило бы огромное количество денег. Вот. Но тут есть несколько вопросов, почему такое может произойти. Во-первых, первый из них – это анализ личных сообщений. Я безумное количество раз писал кому-то что-то, и потом получал рекламу. Ни одна социальная сеть вам не скажет о том, что анализирует личные сообщения, но мы с вами прекрасно понимаем, что оно есть, от этого глупо скрываться. Вариант два – это то, что вы могли попасть в какую-то статистическую выборку. Это условно, например, курсы английского языка, взяли свою аудиторию, проанализировали, знают, что люди, находящиеся в этом месте в определенное время, они взаимодействуют с этим брендом. Им показывают рекламу, и оказывается, что действительно этот человек что-то где-то там сказал и получил. Вот. Но третья история – это общение со всеми голосовыми помощниками, которые, конечно же, трейкают все слова и используют их потом для тегирования. Но это реально очень такие сугубо направленные истории, когда мы говорим, не знаю, Siri, там, хочу купить пиццу, а потом как-то получаем себе тег о том, что мы пиццееды. Вот. Ну, то есть нет такого, что телефон просто лежит, в реальном времени анализируют аудио, это дорого, айфоны все резали, разламывали кучу безопасников, не находили там никаких закладок, и это вообще невыгодно, и да и батарейка бы осадилась очень быстро. Вот. Но вполне возможно, что очень скоро мы увидим, например, рекламные щиты с распознаванием лиц. Такое прям очень много компаний, включая нас, пытаются прям сделать, но законодательство всячески этому мешает. Представляете, Стелла такая, идете мимо, она вам говорит, Маша, тебя только что бросил парень, вот тебе промок Бургер Кинг. Вот. Реально очень крутая штука, которую все пытаются сделать, но законодательство в этом случае на вашей стороне, потому что идентифицировать вас можно, а вот если привязать вас к слову Маша, тогда как бы все, это будет уже, придется доказывать, что вы от этой Маши или там Ивана получили разрешение на обработку персональных данных. Ну, в общем, вот как-то так. Получается, что когда начинаешь разбирать эти, когда человек спрашивает, а вы представляете, сколько раз меня люди спрашивают, а я даже не специалист по безопасности, о том вообще, стоит ли бояться того-то и того-то, я вам начинаю объяснять, ну, окей, вот, чего ты боишься, да, что кто-то там твои личные сообщения прочитает, ну, так владелец ВКонтакте и так может их прочитать, что там ты что-то сделаешь, оказывается, что люди даже и наркотики-то не продают, они просто так интересуются, то есть, по сути дела, рядовому человеку, вообще, даже не рядовому человеку, да всем бояться нечего, это просто история, с которой нужно жить. Гораздо страшнее это вот всевозможные алгоритмы взаимодействия, манипуляции и там и так далее. У меня все, можно вопрос создавать. Спасибо. Спасибо за отличную лекцию. Я здесь. Спасибо. Получается какая-то немножко парадоксальная ситуация, вроде как все все знают и понимают, то есть мы все прекрасно понимаем, что, условно говоря, оставаясь на этом сайте, вы даете свое согласие на сбор какой-то вашей информации. Мы все используем WhatsApp, Viber, Facebook, все на свете, но при этом у нас в рыках нет выбора, мы не можем отказаться от использования всей этой инфраструктуры. С вашей точки зрения, как-то ситуация ментальная, у людей отношение к этому поменяется в будущем, либо нас ждут какие-то, я не знаю, другие более изощренные способы или формулировки политики. Слушайте, я думаю, что поменяется она в худшую сторону. Ну, то есть люди окончательно, условно, в хорошем смысле отупеют и перестанут просто думать вообще о такой истории, как то, что там данными кто-то пользуется и так далее. Ну, вот условно, очень простой пример, это история с Телеграмом. Все же знают вот это вот страхи о том, что там злой ФСБ пыталась получить ключи шифрования, и все знают о том, что Телеграм таким хитрым образом сделан, что ключи от шифрования получить нельзя. Все же это читали, да? Но все упускают один очень простой момент, что ключи от шифрования нельзя получить только в секретных чатах. А в обычных они чисто теоретически где-то должны храниться у них там на каком-то сервере. На что вам Телеграм скажет, мы open source, изучайте код. Но это тоже не совсем правильно, потому что open source, и только клиенты, а сервера тоже никто не видел. Может, они на Петровке где-то стоят. Ну, то есть вот я к тому, что люди сейчас, люди раньше очень сильно, как сказать, ну, в одно время кто-то обращали внимание на мессенджеры, отправляют они через сервер сообщения или не отправляют. Тогда сигнал появился популярен и так далее. А сейчас все считают, что типа WhatsApp, он такой же защищенный, как секретный чат и в Телеграм. То есть у людей вот эта планка информационная, она снизилась по одной простой причине, потому что информационным просвещением заниматься очень сложно, дорого, сложно, и вообще это не очень круто. Ну, в плане, что как бы тебя еще и дураком потом назовут. То есть я думаю, что информационная планка снизится, и люди просто успокоятся. Может, действительно проще принять эту новую реальность и не париться? Ну, вот проще, не проще, это уже как бы сложно, потому что всем пораду. Мне вот нифига не проще, но мы все сложные, мы даже на стыке времен были рождены. Да, мы в детстве в палке играли, а сейчас у всех телефоны, а современные дети, невозможно понять, что у них в голове, потому что они были рождены с телефоном. Вот если бы я был рожден с планшетом, меня бы наверняка вообще бы не волновала одна галочка в мессенджере стоит, или две, то есть она дошла до сервера, а потом до человека. Ну, то есть, ну, условно, как бы моя мама вот даже вот не знает, что эти галочки означают. Для них, для нее отправленное сообщение, это отправленное сообщение. Ну, как-то так. Ну, что насчет истории, связанные с этими колонками умными, которые, по сути, прослушивают все, что происходит в помещении, они же работают так, что они слушают и передают эти данные. Да, но там есть такая вещь, как активационная функция. Почему, как бы, функция активации, почему всех голосовых помощников как-то зовут? У нас есть Siri, у нас есть OK Google, у нас есть кто там, Алиса, Алена и так далее. Штука в том, что голосовой колонке нужно знать, когда активироваться и когда начать запись голосовой команды. Когда голосовая команда закончилась, тут все просто, когда все замолчали. А вот на каком слове ты обращаешься к колонке, ей непонятно. Поэтому она ждет OK Google, либо привет Siri и так далее. Так вот, действительно, колонка в реальном времени прослушивает микрофон и ждет вот этот вот голосовой паттерн для активации. Но это распознавание происходит на самом устройстве. А вот как только ты сказал OK Siri, дальше происходит отправка записанного куска на сервер кусочками или целой записью. И потом отправляется уже структурированный текст. То есть суть в том, что как бы вот в реальном времени аудиопоток никуда не отправляется. Это элементарно просто проанализировав, посмотрев за сетевым трафиком. То есть как бы вы видите себе график, как только вы говорите OK Google, трафик как бы растет. Поэтому это действительно происходит на самом устройстве, действительно микрофон колонки постоянно включен. Но это не значит, что эта информация куда-то отправляется. Вот в продолжение темы о голосовых сообщениях у меня друг, который тоже большой любитель покопаться в данных. Один из достаточно известных популяризаторов науки. И он откопал то ли открытую кем-то, то ли самостоятельно нашел базу данных, собственно, голосовых сообщений. И просто рандомно присылал сообщения, в которых там какая-то девочка говорит, мол, я маму, я иду в магазин. Или какой-нибудь там мужик говорит матом про то, как он кого-то сильно не любит. То есть, по сути, данные, которые... Это, скорее всего, украденные. Это, скорее всего, какие-то украденные сообщения. Насколько я понимаю, это был именно баг в том, что это именно серверные данные. Просто они какой-то условный... Дырка в каком-нибудь. Да, дыра, через которую можно все это было послушать. Окей. Ну, это, скорее всего, дырка в каком-нибудь WhatsApp или в любом-любом другом мессенджере. Что аудиосообщение, что текстовое сообщение, как бы, если ты взломался в базу данных. Какой большой интерес представляет для организации, спецслужб и прочих такие голосовые данные? Это интересно. Знаете почему? Потому что хорошей голосовой биометрии для идентификации у человека очень мало. Да, наверное, самым крупнейшим владельцем голосовой биометрии сейчас в России является Сбер. Но тебе нужно эти твои данные с условного колл-центра или разговора, тебе нужно их с чем-то сметчить. Тебе нужен какой-то образец голоса. И вот из голосовых их можно очень хорошо вот навыцеплять. Могу сказать, что вот мы сейчас делаем приложение для знакомства. Там один из пунктов приложения о конфиденциальности, о том, что мы можем использовать данные аудиосообщений для построения биометрии голоса. Но это на самом деле очень популярная история. И в WhatsApp все остальные этим занимаются. Просто они как бы в открытую это еще пока никому не продают. Потому что аудиобиометрическая идентификация не особо распространена. Но рано или поздно точно появится какая-нибудь дочерняя компания условного, Facebook, которая внезапно начнет в банке или в колл-центре продавать, например, систему голосовой идентификации. И никто даже не задастся вопросом, откуда они набрали обучающую выборку. То есть есть особый повод не любить тех, кто отправляет голосовые сообщения? Не любить этих людей можно просто априори, потому что они отправляют аудиосообщения. Но если серьезно, как правило, такое всегда происходит. Ну то есть условно из какого-нибудь, не знаю, Uber уходят люди, которые там раньше занимались автопилотом. Они его там сделали на свои деньги, свалили, открыли собственную компанию. Сейчас пытаются всем эти автопилот продать. То же самое будет здесь. Наверняка в один прекрасный момент человек, который очень долго работал с алгоритмами внутри корпорации, обучил их там, он просто оттуда свалит и начнет продавать это, не знаю, колл-центром. Понял, спасибо. А еще вопросы? А что плохого в таргетной рекламе? Мне, например, очень удобно и нравится. Да нет, в этом вообще нет ничего такого плохого. Более того, это хорошо, и многие на этом зарабатывают. Просто все считают, что когда читают о том, что там компания использует чужие данные, она считает, что Pornhub условно завтра кому-то продает Excel о том, что Иван столько-то раз зашел на этот видеоролик, смотрел такую-то часть и отправляют это всем, кого это интересует. Но мы с вами знаем, что это никого не интересует, это просто информация идет на рекламные платформы. Поэтому в таргетинге нет ничего плохого. Единственное, что там есть, это то, что сейчас компании все говорят, что они используют алгоритмы для того, чтобы лучше вас понять, для того, чтобы вам подобрать именно тот товар, который вас интересует. Но рубеж того товара, который вас интересует, алгоритмы давно прошли. И сейчас это тот товар, которым вы должны заинтересоваться. То есть многие алгоритмы перешагнули эту ступеньку и создают спрос. И очень часто они создают спрос на то, что им не нужно. Но это уже как бы, извините, тоже современная экономика. Поэтому я в таргетинге рекламы вообще ничего плохого не имею. И плюс здесь добавлю, потому что после каждого мероприятия, каждой компании, которая рассказывает про искусственный интеллект в маркетинге, спрашивают, что, мол, есть ли алгоритмы такие крутые, почему реклама такая плохая? Ну, иногда просто же полный бред показывается. И тут тоже есть, что ответить, потому что все-таки это рынок. И то, кому какая показывается реклама, решает рекламодатель. Если завтра приходит условная Кока-Кола и говорит, хочу, чтобы все видели мой ужасно надоевший креатив с этими рождественскими машинами, которые в декабре едут, то все увидят эту рекламу. Неважно, как алгоритм тебя видит и так далее. То есть здесь нужно не забывать еще про рыночек, который тоже решает. Вот как-то так. Но я в этом вообще ничего плохого не вижу. У меня вопрос про Китай. Все-таки интересно, действительно ли их алгоритмы работают настолько точно, что если ты совершил что-то противомерное, ты не можешь уже выехать куда-то. А если ты вдруг мимо проходил, то тоже не можешь выехать. Так ли это или не так? Смотрите, первая компания, которая внедряет эту технологию, сделала реально очень крутой прорыв именно в визуальной идентификации, в распознавании лиц. Потому что лица афроамериканцев и лица азиатов, их очень сложно распознавать из-за того, что текущий центр технологический, условно, европей, как я правильно, европеоиды и так далее. Они реально сделали очень много крутых вещей для того, чтобы достаточно достоверно распознавать азиатов. Но не будем забывать про то, что у них есть огромное количество мобильных телефонов и других идентификаторов. Системы распознавания лиц, может быть, там получают не 2%, как в Москве, а может быть, там, не знаю, 62%, но это все равно не 100%. Раз, два, мы все смотрим на эту проблему через призму российских СМИ, американских СМИ или еще каких-то других. Я в Китае не был, я точно вам сказать не могу. Но могу сказать вот что. Я читал официальные документы этого социального рейтинга. И там, конечно же, ничего нету про то, что там плохо сказал про президента, тебя не выпустили. Там очень четко расписаны компоненты этого социального рейтинга. Это алименты, это нарушение ПДД, это невыплаченные штрафы, долги и так далее. И по большому счету у меня лично я ничего плохого в этом не вижу. Что человек, не знаю, 5 раз нарушил, проехал на красный свет в одном и том же месте, в одном и том же светофоре, что его лишить прав. Да, ну вот как-то так. Конечно, те, кто создают эту модель, они могут туда заложить все, что угодно и написание чего-то плохого про каких-то политических деятелей, но вроде как реальных пока еще историй про это не было. Здесь, понимаете, так сложно. Все боятся просто же не того, что где-то там в Китае, а то, что это у нас будет. Да ведь? Но у нас такого точно не будет. Я вам сейчас, как волки с Лу-Стрита, я за 15 секунд постараюсь вам объяснить, почему такого не произойдет. Китай потратил огромное количество денег за последние 10 лет на цифровизацию всего, что у них только можно. Они оцифровали больницы, таможенную службу, аэропорты, все что угодно, сложили это все. И потом пришел человек очень умный и сказал, возьмем вот это, вот это, вот это, помножим на веса и получится модель. У нас такого не произойдет. Вы сами понимаете, да? Потому что нам сначала нужно все это оцифровать, а у нас заявление в полицию считается, что только 7-10% есть в электронном виде, а остальных нет. Поэтому даже система прогнозирования преступлений, чтобы сделать, нужно очень-очень много, нормировать все на всех. Поэтому можете не переживать, у нас такого не произойдет. Давайте поблагодарим Артура. Отличная лекция. Спасибо.